Всем привет, ребята! Меня зовут Богатеющий Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу поговорить на 4 темы. Первая касается рекордных выводов денег с бирж прямо сейчас. Вторая. Илон Маск дал новый прогноз. Третья, пожалуй, самая интересная лично для меня. Кто на самом деле стал причиной медвежьего рынка? Кто обрушил весь криптовалютный рынок в целом? И, наконец, четвертая. Виталик Бутерин продает свои эфириумы. Ну а прежде чем мы перейдем к контенту, не забудь поставить лайк. На прошлых видео мы стабильно набираем более 3000 лайков. И поэтому меня это очень сильно мотивирует на создание нового контента. Давай на этом видео наберем 3000 лайков, как обычно. Большое спасибо за поддержку. Ну и мы начинаем. Сейчас ты видишь баланс биткоинов на всех биржах. И ты видишь, что огромное количество биткоинов прямо сейчас покидает биржи. То есть пользователи буквально выводят большое количество денег с криптовалютных бирж. Это означает, что люди становятся умнее после истории с крахом биржи FTX. И начинают брать ответственность за хранение своей криптовалюты в свои руки. Поэтому мы и наблюдаем такой резкий массивный вывод биткоинов с бирж. Исторически это всегда создавало дефицит биткоинов. Поэтому при росте спроса на биткоин цена на него также росла. Правда сейчас не те времена, что раньше. Из-за коллапса третьей крупнейшей биржи, как ты понимаешь. Поэтому не хотелось бы, чтобы пользователи перестарались и случайно устроили очередную банковскую панику уже на другой бирже. Но тем не менее, если тебе страшно и ты не доверяешь никакой бирже, лучше тоже выведи свои монетки оттуда. Далее, если мы ведем в Google трендах запрос биткоин за последний год, то увидим динамику его популярности в этом году. И знаешь что? Сейчас там случился резкий всплеск интереса к биткоину прямо вот здесь, как ты видишь. И этого не наблюдалось уже очень-очень давно, как минимум с августа 2022 года. Люди почему-то заинтересовались биткоином прямо сейчас, но я думаю, что это из-за краха FTX. Возможно, люди искали, как вывести свои биткоины или же где их хранить, кроме биржи. Не очень хороший повод для того, чтобы народ вспомнил о существовании биткоина. Но все же это факт, и я должен был тебе его показать. Теперь я хочу показать тебе несколько очень интересных индикаторов, которые бьют все исторические рекорды. Начнем с RSI или же индекса относительной силы. Это один из самых главных индикаторов того, является ли рынок перекупленным или перепроданным. И сейчас он находится на самых низких уровнях за всю историю биткоина. Просто вдумайся, на самом низком уровне за все 13 лет или даже больше. Это означает, что рынок сейчас максимально перепродан. Таким перепроданным он не был никогда. И это достаточно хороший сигнал для биткоина. Если мы посмотрим на индикатор Stablecoin Supply Ratio, то увидим, что сейчас он тоже находится на самом низком уровне с 2018 года, на отметке 2,28. Это означает, что на каждые 2,28 доллара в биткоине приходится 1 доллар в стейблкоине. И это в свою очередь означает, что огромное количество денег все еще находится в стороне от рынка в ожидании. В ожидании того, когда люди начнут возвращаться в этот рынок. И как только это случится, рынок затопит стейблкоинами, на которые и будут покупать биткоин. Это тоже очень интересный и позитивный индикатор сейчас. На днях мы говорили о том, что крупные биткоин-кошельки активно накапливают биткоин на этом падении. Но давай посмотрим, что делают кошельки с балансом больше одной монеты. Ты только посмотри на это, оранжевый график. За последние 2 года такого агрессивного роста количества адресов с балансом более 1 биткоина не было вообще. Люди активно покупают хотя бы 1 биткоин на этом падении, несмотря на то, что цена падает и падает значительно. Почему? Да потому что люди знают, что это великолепная возможность. И ничего ведь не изменилось с точки зрения фундаменталов. Люди до сих пор ненавидят правительство и банки. Ненавидят то, что они делают. Ненавидят инфляцию, гиперинфляцию. И они до сих пор видят в биткоине выход. Они видят в нем свое спасение. Следующая тема касается того, кто на самом деле виноват в том, что большое количество людей просто-напросто потеряли свои деньги. Кто виноват в том, что биткоин рухнул с 69 тысяч долларов до 17 тысяч долларов. Когда ты действительно поймешь, почему это все случилось, почему FTX, Цельсиус, Вояджер, Терра Луна и остальные потерпели крах, ты будешь ох как возмущен. Прежде всего, я увидел эту информацию от Bearable Bull. Этот парень делает очень глубокие разборы по Ripple XRP и ситуации в мире финансов. Ну да, для многих Ripple XRP был чуть ли не злейшим врагом. Его хейтили и хейтят часто и густо. Но знаешь, когда я понял, что Ripple XRP это мой друг? Во-первых, когда я впервые провел трансграничную транзакцию и поразился ее скорости. Во-вторых, когда комиссия по ценным бумагам и биржам США начала с ними судиться. Все эти финансовые регуляторы старого финансового мира являются для меня врагом. Если они враждуют с XRP, то я буду с ним дружить. Очевидно же. Когда я ознакомился с XRP ближе, то узнал, какое потрясающее у него сообщество. Наверное, самое преданное во всем криптомире. И никто, кроме них в этом криптопространстве не копает информацию так же глубоко. И они раскрывают глаза на то, какая коррупция происходит в финансовых регуляторах США, в том числе и в SEC. Кроме этого, коррупционные схемы связывают финансовые регуляторы США с криптовалютными компаниями и биржами. В частности, с FTX. И это то, что очень-очень важно. Тебе нужно это знать и понять. И The Bearable Bull излагает в этом видео, приводя отличные аргументы. В нем описаны коррупционные связи между комиссией по ценным бумагам и биржам США и FTX. То есть, самой криптобиржей, которая недавно потерпела крах. Это полчаса расследования. И вывод этого расследования. Рынок криптовалюты обрушил глава комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер. Оказывается, FTX была не просто биржей. Она была офшорной компанией. И сам Гэри Генслер получал миллионы долларов от FTX. Почему все крупные криптовалютные компании сегодня, даже те, которые работают в некоторой степени в США, могут оказаться офшорными? Да потому что у нас до сих пор нет регулирования в США. Нет четкого правового понятия, что делать с криптой. Мы не имеем представления о том, какие правовые нормы существуют в Соединенных Штатах в отношении криптовалют. Потому что их просто-напросто нет. И когда люди спрашивают об этом Гэри Генслера, знаете, что он отвечает, они должны знать, что у нас уже все есть. Есть четкое регулирование. Знаешь, они обещают нам это регулирование уже миллион лет. Но до сих пор тянут кота за хвост. То говорят, что вот уже весной, то зимой, то летом, то еще полгода, подождите. А потом еще полтора. Ребята, после просмотра вот этого видео от Була, у меня есть четкое убеждение, что отсутствие регулирования криптовалюты в США со стороны именно комиссии по ценным бумагам и биржам США, это умысел и намерение Гэри Генслера. Он делает это специально. Он говорит, что он там, чтобы защитить инвесторов, полный булшит. Он зарабатывает на них деньги и немалые. Например, на самом деле, за все 10 миллиардов долларов средств клиентов, которые были украдены у FTX, именно Гэри Генслер отвечает, вплоть до последнего цента. Этот парень должен быть не просто отстранен от должности, а хотя бы понести какую-то ответственность. Завтра я выложу суперподробное расследование насчет этого. Обязательно подпишись и нажми на колокольчик, чтобы его не пропустить. Далее я хочу поговорить о Виталике Бутерине, основателе Эфириума. Только что произошло что-то очень странное. И я не берусь утверждать, что это значит. Напиши в комментариях свой собственный вывод. Виталик Бутерин продал уже 3000 эфириумов во время краха FTX. Эфириум и так уже испытывал давление из-за FTX, а Виталик добавил масла в огонь. Таким образом, Эфир за неделю потерял 20% стоимости. Если мы перейдем на его Эфириум кошелек, то увидим, что за последние три дня он трижды продавал свой Эфириум. Каждая транзакция по 1000 эфиров. 1000 эфиров здесь продал, потом здесь и здесь. Зачем он это делает? Напиши свои мысли в комментариях. Я могу сказать только то, что в последний раз приблизительно такую же крупную сумму в 1700 эфиров он продавал только единожды почти 5 лет назад. Сразу же после того, как Эфир начал торговаться и вышел из стадии ICO. Очень странно, не так ли? Что вообще происходит? Зачем Виталик Бутерин продает Эфириум? Впервые за последние 5 лет. И наконец я хочу закончить быстрым прогнозом Илона Маска насчет биткоина и криптовалюты. Достаточно известный трейдер Джейсон, у которого 25 тысяч подписчиков в Твиттере, написал «Биткоин около 16 тысяч долларов. Год назад он стоил 69 тысяч долларов. Где же он будет через год?» Внезапно в комментариях обнаружился сам Илон Маск, который написал «Биткоин справится со всем и выживет». Но при этом криптозима будет очень-очень долгой. Маск прогнозирует продолжительный медвежий рынок для биткоина, но по итогу он считает, что биткоин со всем справится. И я тоже так думаю. Поэтому и продолжаю снимать эти видео и верить в биткоин. Если ты веришь в биткоин, не забудь поставить лайк, а также написать комментарий. Это очень поможет каналу и видео. На этом все. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видеороликах. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok